Путинская партия «Единая Россия» завела собственной частной армией, так называемой ЧВК «Эспаньола» и активно набирает в нее футбольных ультрас, радикалов, гражданских и обнищавших субъектов РФ и с оккупированных территорий Украины. Сообщает об этом Главное управление разведки Украины. И они говорят, что из России набирают людей, которых потом используют в мясных штурмах для создания статуса боевого подразделения. А зачем Путинской партии собственная ЧВК? Ну, как-то у всех есть свое ЧВК. Чем же «Единая Россия»-то хуже? Здесь интересно. Если в свое время у Шойгу, тогда уже министра обороны, но появилась своя собственная ЧВК уже больше, наверное, 10 лет назад, «Патриот». Если у «Газпрома» есть свое ЧВК, у «Лукола» есть свое ЧВК, у «Дерипаски» свое ЧВК, у «Тимченко» свое ЧВК. Он даже, как выяснилось, у повара Путина своя ЧВК была. Так мы с вами хорошо знаем, почему же у «Единой России» ее не быть. Это еще такое красивое слово «Испаньола». Вообще такая «Единая Россия», откуда у хлопца испанская грусть, да, «Исмеральда». Так, забавное, конечно, название, но мы знали давно про «Испаньолу», но не знали до сегодняшнего дня, что это «Единая Россия». Так, ЧВК и ЧВК, и Бог знает, кому она принадлежит. А вот то, что «Единая Россия», это сегодняшний, конечно, очень большой сюрприз. Но в ГУР сообщали, что ранее эта «Эспаньола» находилась в структуре так называемого батальона «Восток», как добровольческое подразделение российских футбольных хулиганов. Ну а с 23-го года «Эспаньолу» в свое распоряжение получили партийцы Путина и начали ее финансировать. Давным-давно и Путин, и «Единая Россия», и Кремль подбирали ультрас под себя. И давайте вспомним очень многие матчи, например, в том числе и на арене «Зенита», это когда есть попытка прорыва, прорыва антивоенных, например, слоганов «Что бывает?», конечно, бывает. В Питере, например, на том же «Зените» были антигубернаторские кричалки. И, в принципе, пропаганда очень хорошо знает силу футбольных ультрас, поэтому они, наверное, с начала войны очень плотно взяты под контроль. Тем более, что у футбольных ультрас всегда насаждается такая псевдопатриотическая позиция. И сейчас, когда Россия изгнана со всех международных соревнований, конечно, эта псевдопатриотическая позиция подогревается довольно серьезно. И ультрас на войне, ультрас на фронте, тем более, что чаще всего ультрас — это же кто? Это маргиналы. Это все-таки вполне себе публика не офисная, не литературная, не айтишная. Это еще один довольно мощный резерв пополнения живой силы мясных штурмов на фронте. Ультрас в этом плане очень-очень удобный резерв, который, видимо, отдан именно Единой России. Российские политзаключенные обратились к единомышленникам с пожеланием в Новом году. И вот Илья Яшин написал, что мы обязательно преодолеем этот путь и выйдем к свету. Мы заслуживаем свободную и справедливую страну, которая будет жить в мире с соседями и беречь своих граждан. А Владимир Карамурза, которого осудили на 25 лет по трем статьям, он написал, что «желаю всем нам и нашей стране в 2024 году мира, свободы и перемен». То есть, конечно, в обратной последовательности, потому что она будет именно такой. Кто-то скажет, что это несбыточное пожелание, но в России перемены начинаются именно тогда, когда их меньше всего ждут. А вы верите, что это все возможно? Перемены, свобода и мир? Перемены, перемены и мир. Я верю в это, в перемены и мир. Свобода сложнее. Свобода — это, в общем, не только чувство внутреннее. Это не когда ты в косухе летишь по Аризоне на Харлее, и твои волосы развиваются. Это тоже свобода, но это не только она. Свобода — это большая работа, в том числе и скучная. Тяжелая работа в том числе. И эту работу вы, украинцы, знаете прекрасно. Что свобода — это не только горела шина на Майдане. Это и смерти, это и потери, это и политика, это и выборы, и одни, и другие. Это кто попал в Раду, кто не попал в Раду. Народ смотрит и смеется, возмущается, удивляется, протестует. Это скучная, может быть, работа. Тяжелая, может быть, работа. Я очень много работаю с одним благотворительным фондом, который мне, собственно, в Украине очень порекомендовали, в Днепре. И я уже знакома лично с людьми, которые его основали, которыми он занимается. И я просто вижу их биографии. Я вижу их биографии. Я понимаю, почему они не могут воевать, потому что они уже, так сказать, они уже отвоевали. Они уже отвоевали и не могут уже держать в руке оружие просто потому, что руки нет. Но это был, например, путь через правый сектор, но при этом через Донецкий аэропорт, когда люди пытались его отстоять. То есть это такой долгий, тяжелый путь, в том числе через тюрьмы и через познание политики. Что такое политика для обычного человека? Через ошибки. Это большая, огромная работа. В том числе над собой и над страной. Поэтому я верю в перемены, я верю в мир. Но очень хотела бы верить в свободу, но нет опыта такой работы. Нет опыта этой работы, электоральной работы над свободой. Свобода очень хороша, но это не анархия и не громить винные склады. Свобода, это надо почему-то в 21 веке объяснять большой стране, а придется. Субтитры создавал DimaTorzok Дианистан